МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Видное ТВ. Новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Добрая традиция. Несколько многодетных семей города Видное получили в подарок новогодние елки. Будет аромат мандаринов, аромат живой елки, очень здорово. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. 22 пары отметили золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы. Все в жизни было, честно, признаемся. И обиды даже были. Все было, все прожили. Но прожили почему? Потому что любили друг друга. С 1 января Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора. Готовы ли жители региона к нововведению? Надо как-то приучить себя. Надо в первую очередь свыкнуть с мыслью, что мы теперь будем жить по-новому. Несколько многодетных семей города Видное получили в подарок новогодние елки. В преддверии праздника зеленых красавиц передали родителям и их детишкам. Мероприятие проходило на одном из елочных базаров. Мы сегодня открываем наш елочный базар. Видите, какие прекрасные елки. И вам в подарок, как нашим знамятостям, дарим вот эти елочки очень красивые. Мы надеемся, что они будут долго стоять. Теперь они нарядные на праздник к многодетным семьям придут. Впрочем, не только символ Нового года получали родители с детьми, но и набор с елочными украшениями. От всех жителей Ленинского муниципального района с наступающим Новым годом у нас. В нашем случае важен и подарок, и внимание. Маленький Иван, которого мама, Алена Беззубченко, взяла на мероприятие, готовится встретить свой первый Новый год. А потому наличие елки становится важным условием праздника. Будет аромат мандаринов, аромат живой елки. Очень здорово. Места расположения елочных базаров в нынешнем году были определены жителями. В результате конкурса участки муниципальной земли для продажи елок достались тем, кто предложил лучшие условия. Эти лесные красавицы с Урала. Они из Перми. У нас договор с лесниками. Рулино где-то 10-12 числа декабря. Они будут простоять долго. Месяц точно будут простоять. Сегодня зародилась добрая традиция – дарить многодетным семьям новогодние елки. Лесные красавицы стали подарком семьям от предпринимателей. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. 22 пары, отметившие золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы, снова, как и много лет назад, зашли в зал торжеств под марш Мендельсона. Они обменялись клятвами верности и скрепили свой союз подписями в юбилейной памятной книге. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Добрая традиция сложилась в Ленинском районе – чествовать золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе, вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя собственная история любви и свой, не похожий на другие, жизненный путь. Но всех их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Наверное, если человек не умеет навести порядок в своей семье, он его не наведет нигде более. Поэтому вы для нас очень хороший пример, а самое главное, наверное, еще раз говорю, для нашего подрастающего поколения. Чествование юбиляров на этот раз было приурочено ко дню работника органов ЗАГС. Танцевальные и музыкальные номера чередовались с темовыми словами благодарности и поздравлениями. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы сделали для нас, для нашей страны, для наших детей и наших внуков. Спасибо вам большое. Мы желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Валерий Михайлович и Маргарита Михайловна Куваева вместе уже 60 лет. Познакомились в очереди в кассу клуба «Города Видное» и вскоре поженились. Затем молодого мужа забрали в армию, но долгие три с половиной года ожидания только укрепили их чувства. Всю жизнь Куваевы трудились мастерами в научно-исследовательских институтах. И за свои трудовые заслуги оба имеют звание ветеран труда. У пары двое детей и три внука. Все в жизни было, честно признаемся. И обиды даже были. Все было, все прожили. Но прожили почему? Потому что любили друг друга. Все юбиляры сумели пронести любовь и уважение друг к другу через годы. Научились прощать, идти навстречу, чувствовать друг друга и сопереживать. И все же у каждого из них есть свой собственный рецепт семейного счастья. Делать все, что хочет жена. Быть самодостаточными. Он по своей работе, я по своей работе. И всегда мы друг друга просто уважали. И все. Больше ничего не надо. Праздник получился очень светлым и жизнеутверждающим. После торжественной части юбиляров ждал фуршет. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Совсем скоро нам предстоит жить по-новому. С 1 января от Подмосковья переходит на раздельный сбор мусора. Два бака для разных отходов. Готовы ли жители региона к нововведению и как его применять на практике, узнавала наш корреспондент Юлия Погосян. Более двух лет в рамках проекта «Видное» за раздельный сбор мусора жители Ленинского района учатся сортировать отходы. Около 120 волонтеров готовы делиться своими знаниями с остальными. Тем более, что с нового года разделять мусор в обязательном порядке придется всем жителям Московской области. Большая работа проводится с подрастающим поколением. Подобные экологические уроки стали традицией. Эти уроки невероятно полезны, потому что стоит огромная проблема с мусором в нашей стране, в нашем городе. И такие уроки проводить просто необходимо, так как младшее поколение не знает этой проблемы. И это на самом деле помогает. Я не знала, например, какое количество мусора, как утилизируется, сжигается и так далее. Цифры, приведенные преподавателем, ребят шокировали. Мало кто из них знал, что в год каждый человек производит порядка 400 килограммов мусора. И в большинстве случаев все это свозится на свалки, а не на сжигающие заводы. Там он разлагается и приносит вред окружающей среде. С введением раздельного сбора отходов 50% мусора может идти на переработку и производство новых товаров. Надо как-то приучить себя, надо в первую очередь свыкнуть с мыслью, что мы теперь будем жить по-новому. А это очень тяжело и даже психологически. Человек привыкает, и он под накатанной уже по-другому не видит свое существование. Ему уже комфортно, ему удобно так делать. И получается выбросить он просто так уже мусор не может. В общее ведро он уже будет вытаскивать этот мусор и раздельно разделять. Установки баков для раздельного сбора мусора очень ждет ведновчанка Полина Калачева. Она одна из немногих, кто уже долгие годы сортирует свои отходы. Пока вывозить сухой мусор приходится самостоятельно. Его женщина собирает на балконе и раз в месяц передает пунктам приема. Сейчас и в городе всего два. Слово «мусор» я не очень люблю, я больше люблю отходы, потому что все-таки это полезные материалы, которые еще можно будет использовать. А мусор у меня, ну вот смотрите, обычный мусор в ведре, как у всех людей, в принципе, в пакете. Но пакет я использую такой, который разлагается. А справа, собственно, вторсырье, там пластик, пластиковые крышки, картон. То есть в течение дня то, что накапливается, то, что можно переработать, я складываю в эту коробку. И потом, когда она уже у меня накопится, я выношу на балкон и там раскладываю по пакетам. С 1 января каждая контейнерная площадка будет оснащена двумя баками – синим и черным. В синий надо выбрасывать не загрязненные сухие отходы, пластик, металл, макулатуру, стекло, а в черный смешанные – средства личной гигиены, пищу, емкости, испачканные продуктами питания. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. Продолжим тему с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Усковым. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с нового года ожидается появление единого регионального оператора по утилизации отходов. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Тема очень интересная и актуальна на сегодняшний день. Теперь на всей территории Московской области будет возложен на так называемого регионального оператора. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации о проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответственно, в марте 2018 года в Московской области был проведен конкурс. Вся Московская область разбита на семь так называемых кластеров. И по каждому кластеру был путем открытого конкурса определен региональный оператор. Ленинский муниципальный район попал в Каширский кластер, в состав которого входят 13 муниципальных образований. Нашим региональным оператором становится так и называемый, и называется Каширский региональный оператор. В соответствии с этим постановлением правительства и по итогам конкурса все юридические, все физические лица, находящиеся на территории Ленинского района, обязаны с 1 января 2019 года иметь договора непосредственно с Каширским региональным оператором на сбор, вывоз и утилизацию так называемых твердых коммунальных отходов. Но самое важное, что мы получаем с 1 января, это раздельный сбор мусора. Да, вот это как раз я хотел еще один, второй вопрос задать, вы его предвосхитили. Действительно будет раздельный, мы ожидаем раздельный сбор мусора, а как это отразится на жителях муниципалитета, что им делать, скажем так? Ну, большинство жителей нашего Ленинского района проживают, конечно, в многоквартирном жилом фонде. Всего у нас 916 многоквартирных домов, их обслуживают 38 управляющих организаций, из которых 10 ТСЖ и 28 управляющих компаний. Так вот, я хочу поблагодарить, во-первых, руководителей всех этих компаний. Все подписали договора с региональным оператором на вывоз мусора. И теперь вот на территориях управляющих компаний, организаций, на всех 500 мусоросборочных площадках будут находиться контейнеры двух цветов, серый. И это для сбора так называемых коммунальных отходов. А вот голубой или синий контейнер, о котором я сейчас скажу, в него будут накапливаться 4 вида отходов. И вот мы специально для жителей вот такие брошюры, такие вот листовки распространяли, разложили в каждый ящик, на всех информационных счетах, у подъездов. Вот 18 тысяч таких листовок. И здесь мы жителям показываем, что будет и серый, и голубой контейнер. Так вот, в серый контейнер смешанные отходы будут попадать, средства личной гигиены, емкости, пищевые отходы. А в синий контейнер пластик, металл, макулатура и стекло. Соответственно, первые 44 контейнера синего цвета мы получили вчера. Они у нас находятся на базе. И к 1 января жители увидят вот эти вот новые сетчатые синие контейнеры. И, конечно же, жители обратят внимание, что синие контейнеры будут вывозить синие мусоровозы, а серые контейнеры, которые сегодня у нас во многих площадках установлены, их будут вывозить серые мусоровозы. Конечно же, тема очень актуальная. Мы с вами должны добиться, чтобы в 2019 году на наши полигоны на захоронение попало не более 50% всех отходов, собираемых на территории области. Мы приглашаем жителей к этой работе и будем усиленно продвигать эту идею и законные действия нашего правительства. Спасибо, что пришли к нам на эфир, так подробно обо всем рассказали. А я напомню, что мы беседовали с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Усковым. Жители микрорайона «Завидный» отметили «Завидный Новый год». Впервые праздник отметили прошлой зимой и нынешнее мероприятие «Продолжение традиции». На нем побывала и наша съемочная группа. Вместе с местными жителями хоровод вокруг елки водил Арсений Рогозянский. «Завидный Новый год» проводится территориальным Советом молодежи уже в третий раз. Успех мероприятия подкреплен мнениями людей, которые высоко оценивают работу активистов. Те, в свою очередь, довольны положительными откликами и появлению гостей. Всегда очень рады тому, когда жители приходят к нам на наши мероприятия. Мы работаем для них. И спасибо всем огромное за то, что нам в этом помогают. И, конечно, спасибо депутату этого округа Александру Владимировичу Басых, потому что он нам очень много помогает. Организатору уверены, подготовить такое мероприятие без поддержки было бы трудно. Масштаб празднований, как и его гостей, с каждым годом становится больше. Благодаря этому «Завидный Новый год» так быстро стал для жителей микрорайона приятной традицией. Вообще эта идея зародилась около двух лет назад. И зародилась она в Территориальном Совете Молодежи «Завидное». Мы ее реализовали. И она развивается и развивается. И каждый год подключаются новые люди. И в этом году мы все делаем совместно с Общественным Советом Микрорайона «Завидное». И нам помогают депутаты этого района. Екатерина вместе с дочерью Адель постоянно посещает мероприятия, которые проводят активисты Территориального Совета Молодежи «Завидное». Молодая мама отметила некоторые особенности праздника. Да, вообще на самом деле каждый праздник проходит на какой-то такой позитивной ноте. Всегда восторженные лица. И все мамочки поддерживают, танцуют, пляшут. И это всегда очень здорово. И эмоции, и дети счастливые. А мы тем более. На «Завидный Новый год» пришло большое количество молодых семей. Никто из них не остался в стороне. Все поучаствовали в детской игровой программе. Родители поделились своими впечатлениями от праздника, который вызвал у них, как и у детей, только положительные эмоции. «Если было бы почаще, еще почаще было бы еще лучше. Чтобы детям нравятся они такие...» «Положительные эмоции – это хорошо». «Праздник очень нравится, весело. Дети развлекаются, и мы радуемся». «Объединяет людей, видишь, что она заботится о наших детях». Неожиданно для себя дети встретили сразу двух Дедов Морозов. Старший в профессии уже давно, а молодой только учится и постигает основы волшебства. Все вместе они водили хороводы и спели новогодние песни. В холодный зимний вечер «Завидный Новый год» смог согреть гостей праздника своей веселой атмосферой и приближением чудес, которых, как и Дедов Морозов, будет в два раза больше. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» побывал с концертной программой в «Видном». Публика с любовью приняла песни, которые 30-40 лет назад слушали и знали в каждой советской семье. Для многих этот вечер стал ностальгией по годам своей юности. На концерте побывал и наш корреспондент Татьяна Брылова. На концерт «Вия Пламя» пришел весь цвет старшего поколения видновчан. Те, кому в 70-е, когда появился ставший позже знаменитым ансамбль, было 20-30 лет. А какое время самое дорогое в жизни человека? Конечно, молодость. Песня нашей молодости, которую мы любим, на которую мы пришли. Так что нам очень нравится этот коллектив «Вия Пламя». Молодость, можно сказать. Настроение, воспоминания, молодость. Специально рвались на этот концерт. Мы под эти песни снег кружится, летает и тает, на дальние станции сойду. Мы смеялись, мы мечтали, мы влюблялись. Как вы думаете, зал сегодня будет петь? Зал будет петь, я думаю, будет танцевать. И артисты не обманули ожиданий зрителей. Было все – песни, которые подпевали всем залом, слезы радости и грусти. Ведь концерт помог каждому вернуться на много лет назад. История ансамбля насчитывает более 40 лет. Зрителям напомнили о том, как образовался коллектив, каких успехов сумел добиться. Но было и время, когда пламя фактически погасло. И тогда ансамбль смогла возродить нынешний руководитель и солистка Юлия Ариничева. Главным для нее было сохранить песни, которые любили в ее семье и в ее стране. Я поняла, что люди хотят это слушать, хотят слышать, а это мало звучит. Я взяла свои руки, оформила товарный знак. На тот момент он уже, в принципе, никому не принадлежал. И я его оформила на себя. И вот мы работаем, собрала коллектив. Я вижу, что зритель в восторге. Для меня это очень важно. Современные концерты вокально-инструментального ансамбля – это гораздо больше, чем просто исполнение песен. Видеозарисовки, подготовленные для каждого тематического блока, помогают лучше раскрыть содержание и добавить информации. Это делается в основном для молодежи, для тех, кто не помнит, кто такие пламя. И, может быть, даже и не помнит многие песни. Осколки снарядов покрыли всю Крюковскую землю. У станции Крюково советские войска потеряли тысячи солдат и офицеров. Но к вечеру 8 декабря враг был сломлен. Одними из самых проникновенных у ансамбля всегда были песни о войне. Именно участники пламени когда-то рассказали всем о трагической истории, которая произошла у деревни Крюково в годы Великой Отечественной. В концерте выступил Александр Евдокимов, участник шоу «Голос 60 плюс». Он тоже из той советской эпохи. Певец сразу настроил зрителей на позитивную волну, на которой все оставались после до самого окончания концерта. Звезды замечательные просто. Мне очень нравится их, несмотря на их возраст, их зажигательность, их такая мощь. И совершенно раскованы. И очень приятно работать, когда идет такая энергия зала. Сегодня «Виа пламя» много гастролирует. Часть песен исполняют вместе с Александром Евдокимовым. Подобное сотрудничество считают обе стороны полезно артистам и интересно зрителям. И в заключении выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 22 декабря, облачная погода продержится весь день. Снег будет идти ночью и утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова. Но уже менее сильная температура, минус 4 градуса. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова